Друзья, но это видео в обязательном порядке заслуживает вашего лайка. Ну и классного комментария, который я в свою очередь лайкнул. Вот такая взаимосвязь. Вот казалось бы, друзья, совсем недавно у меня вышло видео на канале, которое называлось «Мой лучший пак FIFA 22», где я там поймал Неймара. Вот оно, ребята, вот оно, праздник на моей улице! И, чтобы вы думали, прошло меньше, не знаю, недели, и мне падает Лео Месси. Мне начинает казаться, что вот этот вот осенний период как-то очень ярко выраженно влияет на выпадение Месси в моей команде. Потому что, если углубиться в историю, то Алды наверняка вспомнят, что мне на 1 ноября, на мой день рождения, на стриме в далеком 2014 году упал Лео Месси. Пуссиро откроет пак. Давай, робаны принеси мне еще раз. Давай! Голд Бесси! Поедь Бесси! Охренеть, как давно это было, друзья, вы только вспомните. 2014 год. Я тогда еще Киви-кошелек на экран выводил, чтобы вы понимали. То есть, у всех был доступ к моему телефону. Также мне в 19-м году, под конец октября, тоже упал Месси. То есть, вы понимаете закономерность? Ебать, Месси! Че, блядь? 94! Я в ахуе! Я просто в ахуе! Как? Может, хватит? Читас, блядь, Месси! И вот, друзья, на дворе у нас 24 октября. И мне снова падает Леонид Мессевич. Собственно, кто смотрел предыдущую битву составов, тот примерно предполагает, как это было. Но давайте, собственно, вместе с вами глянем на мою реакцию, как это вообще произошло. Так, пока Форза собирает там свою команду, я тут фаст по копинг сейчас сделаю, чекайте. Ну, не знаю, в общем, меня как-то это... Ну, Ювентус разочаровал. То есть, даже, ну, гол, который они забили, он, скажем так, ну... О, ебать! Месси! Ты шутишь? Я тебе отвечаю, Месси упал! Добро пожаловать! Ебать, блядь! Чувак, ты притягиваешь, Леонид Месси, ебать! Чё за хуйня? Ой, блядь! Чё за хуйня? Я просто на тебе бесед кна сидит! Он перекрестился или мне показалось? Охуеть, чувак! Это что за пиздец? Ну, получается, Месси православный я слышал. Блядь, чувак, я тебе говорю, у тебя этот чел преследует, блядь. Ты, получается, себе вытащил, ты, получается, на стриме у Райзена и... Охуеть! Это чё, блядь? Как это возможно, чувак? Вот как это возможно? Ну, типа, блядь, ты сидишь нацелено, пытаешься чё-то поймать, там, бля, по копинге записываешь. Тебе просто хуй, блядь, заворотник. Тут сидишь просто над ебись, открываешь паки, пока Форза резор там яйца чёшь, ты мне падает ли он из... Ребята, ставь лайк, если вы тоже чесали яйца параллельно вместе с Форза резором. И что мы с ним делать, блядь? С Форза резором почеши ему яйца. Я не знаю, ребята, как такое получается, но мне снова везёт, снова везёт, реально. Осень — это самое подкрученное время года для Лео Месси, по крайней мере, для меня. Да, конечно, можно вспомнить, что мне в прошлой фивке под конец лета упал Месси, но это уже не то, знаете. Эмоции не те, когда уже игра, так скажем, завершает свой цикл жизни, а тут, ну, типа, получается, что игра вот-вот выходит, и мне сразу падает Лео Месси. Да и вообще, как это произошло? Типа просто над ебись открывал паки, пока Форза резор собирал себе состав. Как это возможно? А вы ещё вдумайтесь. Форза присутствовал на стриме Райзена, и на стриме Райзена поймал двух Месси. И получается, как сказал Форза, примагнитил. Форза обладает какой-то особой аурой в этой части FIFA. Он сам вытащил два Месси, и непосредственно в его присутствии я поймал Месси. Вы, как бы, вот эти вот цепочки, как бы, чекаете? Как это вообще получается? Вот, собственно, карточка Лео Месси, за которую я отыграл уже 153 матча. Я однозначно точно могу сказать, что это один из самых лучших завершителей в этой части FIFA, особенно касаемо всяких там лонгшотиков, ну, по дриблингу также вопросов нет. Конечно, обидно отдавать такую карту, за которую ты отыграл 153 матча. Но так и хочется, ребята, чтобы вот эта вот плашка первообладатель была у меня вот на новом Леониде. Так что, Лео Месси, добро пожаловать в клуб. Не знаю, на сколько долго ты задерживаешься. Конечно, смотрю я вот на статы и не понимаю, как так получается, что Неймар, у которого, по сути, только скорость круче, стоит дороже, чем Лео Месси. Да, я вообще охренел от той информации, что Неймар действительно стоит дороже Лео Месси. С какого хрена? Объясните мне. А вообще, у меня грандиозные планы по перестановке моей команды. Как я и говорил в одном из последних видосов, мне хочется продать Криштиану Роналду и купить себе G0 в состав. Также и в этом видеоролике я не оставлю вас без пакцов. В первую очередь, я отыграл Weekend League. И давайте вскроем три пикца. Также политаны я решил собрать. Вы, кстати, заметили, как активно итальянцам сыпятся карточки в этой части FIFA? Вот, собственно, вы можете на экране еще лицезреть, сколько итальянцев имеют уже какие-то спешл-информы, всякие карточки путь к плей-оффу. Так, давайте начнем слева. Тут, в принципе, вся команда полная днища. Я даже не знаю, кого я бы поймал и сказал вау. Ну, Домбели. Это худшая команда недели, однозначно, точно. Самая дорогая карточка – это Фирмина, у которого там прайс в 40 тысяч. Так, ну и третий пик. Вскрываем, смотрим и видим. Ну, Анус Фати, наверное, не самый худший вариант из того, что могло упасть. Но цена в 14 тысяч, конечно, это что-то невероятное. Просто есть чел на его же позицию, у которого статы, ну, где-то чуть лучше, но также где-то чуть хуже, но стоит 345 тысяч монет. Это главная аномалия в этой FIFA. Какого хрена джуниор стоит таких денег? Я помню, когда только FIFA выходила, я задумался о его карточке, когда он там еще стоил 100 с чем-то тысяч. Я думал, блядь, нет, что-то дороговато. А сейчас 345 за это говно с ударами 76, с финишингом 75. Выебанутые люди. Так, мне также тут дали пак с тремя информами, но я не дебил, открывать не буду, естественно. Я вообще не знаю, стоит ли на что-либо рассчитывать. Просто учитывая, что мне буквально за одну неделю упал Неймар, упал Лео Месси. Также, друзья, я скрафтил 4 пака с информами с первой по пятой недели. Крайне не рекомендую никому повторять этот мув, потому что СБЩ максимально невыгодный. 83 рейтинга вы отправляете и получаете рандомно одну из карточек. То есть нет каких-то типов по типу Месси, Роналду. Ну, есть только Мане вроде как из таких крутых. Ну и Винесиус Джуниор. В остальном, конечно, там срань. Ну ладно, давайте открывать, смотреть. Это не олкаут. Я начал, кстати, определять. Второй информ. Снова не олкаут. Так, третий информ. Ну-ка! Блин, ну хотя бы один олкаут у меня будет. Португалия, ЛЗ. Так, ну и последняя карточка информа. И тоже без олкаута. Собственно, ребята, я удар взял на себя. 4 пака с информами. Все говнори. Поэтому крайне не рекомендую собирать это говно. Ура, друзья, мы дожили. В магазинах теперь продаются празднования. Я хуй не знаю, что сказать. Пак, который зафиналит сегодняшний ролик. Это пак за 100 тысяч монет, ребята. 100 тысяч монет. Давайте, вскрываем. Ну, собственно, да. А этот чел как будто на обложку по копингу фоткается. Посмотрите на его ебало. А с вами был я, пацаны. Пандос и Флексович. Любитель ловить Месси осенью. Кстати, 1 ноября. Скоро моя днюха. Я вот сейчас думаю, мэйби собрать. Стак из каких-нибудь фиферов, как старые добрые. Или же постримить соло. Ладно. В общем, ближе к делу посмотрим. Ну, стримец наверняка будет, но пока, не знаю, буду я в соло или с фиферами. Просто с большинства фиферами у меня уже общение сходит на нет. Я это чувствую. То есть мы отдаляемся друг от друга. И, возможно, все просто разом скажут. Пандос, иди нахуй. Я откажу. Мне будет обидно, знаете ли.